В рамках работы традиционной школы здоровья специалисты Центра медицинской профилактики провели лекцию на тему здоровья легких. Если точнее, то очередная встреча в Центральной городской библиотеке была посвящена Всемирному дню борьбы против хронической обструктивной болезни легких. Специалисты Центра рассказали, что эта недостаточно диагностируемая болезнь не только препятствует нормальному дыханию, но и что самое страшное несет серьезную угрозу жизни. Болезнь относится к числу патологий, которую просто необходимо вовремя предупредить, поскольку лечение в данном случае может оказаться неэффективно. Хотелось бы напомнить, что основная профилактика хронической болезни легких – это, конечно, отказ от курения, причем не только первичное курение, важно здесь, но и вторичное, когда пассивные курильщики. А также еще, ну, такие факторы бывают, и теретичное курение, когда вот накурили, вот этот, остаются там токсические вещества. Это своевременное обследование, если тех, кто не может справиться с пагубной привычкой, потому что все-таки 90% пациентов с хронической обструктивной болезнью легких – это люди, имеющие фактор риска курения. Ну и, конечно, бывают достаточно редко это наследственные какие-то заболевания. Профилактика хронической обструктивной болезни легких может быть первичной и вторичной. В первом случае речь идет о таких мерах, как отказ от курения. Медики настоятельно рекомендуют полностью бросить курить. А еще существуют методы, снижающие интенсивность курения. Не всегда у людей получается самостоятельное. В нашем центре имеется кабинет отказа от курения. Также кабинеты отказа от курения существуют в районных поликлиниках. У нас опытный очень врач, кандидат медицинских наук, как раз занимается этой проблемой, и результаты положительные. Поэтому по нашему телефону звоните, записывайтесь. Лечение от табакозависимости бесплатное. По полюсу МС данные никуда не передаются. Чтобы информация чисто конфиденциальная. Чтобы не допустить развития заболевания, необходимо также ограничить контакт с различными химическими веществами. Их концентрация в воздухе, а затем и в организме, может нанести непоправимый вред здоровью. А кстати, вот одно из причин увеличения в мире заболеваний бронхиальной астмой на 20%. Это американские данные. Они говорят, что бытовая химия. Хроническая обструктивная болезнь легких. Провоцируется заболевание легких бронхи в развивающихся странах, где готовят еду и отапливают биотопливом. Ну знаете, лачуги, там они и обогреваются, и вот этот дым идет непосредственно в помещение. Там тоже очень много хронической обструктивной болезни легких. В частности, и бронхиальная астма тоже обструкция легких. Поэтому здесь точно сложно определить на что. Конечно, самое главное, если вы знаете при аллергических заболеваниях, на что у вас, не надо даже бежать и делать эти пробы. Они, к сожалению, не всегда могут быть достоверны. Если вы знаете на что, уходите от этого дыма. Хотя от него очень сложно уйдеть. Вот стоит кто-нибудь на остановке и курит. Вот. И все. И я уже говорила про третичное курение. Когда накурили тут, остались какие-то ядовитые вещества. Ведь никотин там самый безобидный. А 800-то всяких ядовитых гадостей. Именно поэтому рекомендуется устранить даже саму возможность пассивного курения, начиная с детского возраста. Также стоит внимательно относиться к собственному состоянию, своевременно предотвращать и лечить простудные заболевания. Еще один способ профилактики хронической обструктивной болезни легких – закаливание и физические упражнения, а также прогулки на свежем воздухе и плавание. Почему такое повышенное внимание уделяется именно профилактике этой болезни, врачи объясняют просто. Именно легочные заболевания становятся частой причиной смертности в нашей стране. Если по статистике на первом месте заболевание сердечно-сосудистой системы, на втором – онкология, то на третьем – именно проблема органов дыхания, в том числе хроническая обструктивная болезнь легких, а также пневмония, отдаленные последствия которой особенно опасны для представителей старшей возрастной группы. Начинается с гриппа, потом пневмония, а потом человек поступает в реанимацию, сердечно-сосудистые заболевания и все. Вот почему это важно. Дело в том, что пневмония всегда была очень страшная и серьезная болезнь, и в прошлые века практически от нее и не выживали. Ну, какая-то часть выживала, потом с эрой антибиотикой все это изменилось, и вроде бы научились с ней бороться, уже и амбулаторно лечили, и все было ничего. А сейчас пневмония стала очень жестокой, коварной, и начала прятаться от прямой диагностики. Ну, мы всегда с вами помним там из литературы, из фильма, может, кто-то слышал, видел, может, сами кто-то переболели в молодости. Вот, это высокая температура, это одышка, озноб и кашель. А сейчас все по-другому. Дело в том, что сейчас беда нашего вообще научного прогресса, очень многие антибиотики не действуют на микроорганизмы. То есть вот микроорганизмы, они же тоже хотят жить, и они вырабатывают иммунитет против антибиотиков. У них тоже есть иммунная защита. Они там очень много способов и механизмов, это я говорю и про туберкулезную палочку, и про бактерии. И мы всегда привыкли, что, в общем-то, пневмония – это все-таки бактериальная инфекция, вызывается пневмококом. Ну, так вот, если стандарт, то научились с ним бороться. Но сейчас вот во многих больницах достаточно высокого профессионального уровня, в частности, город Москва, можно увидеть в реанимации людей, погибающих от той же пневмонии, потому что невозможно спасти, ничего не действует. Но чаще всего бывает, конечно, пневмония вне больничная. Это вот где-то заразились в метро, в транспорте, в школе, на работе, в библиотеке и так далее. И вот там, кроме пневмокока, может быть еще очень много других возбудителей. Хламидия, мекоплазма и так далее. Пока разбираются с диагнозом, что чувствительное и так далее, время уходит. Анализы делают долго, а человек умирает быстро. Вот, к сожалению, и такое бывает. И сейчас пневмония изменилась. Клиника ее. Дело в том, что не всегда есть кашель. Иногда бывает вот вначале только необъяснимая слабость. Вот, доктор начинает слушать фонидоскопов, а хрипов нет, потому что очень много вирусной пневмонии. Кашля нет, нет мокроты. Пневмокок все равно имеет достаточную долю, вот, процентную в этиологии пневмонии. Все-таки это жизнеугрожающие болезни, особенно в возрасте. Малые и старые болеют. Вот, то есть прививка против пневмонии, пневмококовой вакцины. Старше 65 лет, это обязательная прививка, обязана привить. Там какой вакцины и как, потом какая кратность, это будет решать доктор. Вот это вот подумайте. Особенно старайтесь те, у кого, ну, не то, что я говорю, слабые и легкие, некоторые из детства предрасположены к заболеваниям легких. Вот, прививайтесь. Вот это профилактика пневмонии. Ну, а так это, конечно же, куда вы завтра пойдете, это свежий воздух, это кислород, потому что ни одна бактерия не любит свежего воздуха и кислорода. Вот, это проветривать помещения. Я уже говорила, чтобы не было пыли, чтобы они были чистые и так далее. Вот это мы поговорили с вами о пневмонии. И про грипп чуть-чуть коснулись. Ну, и дальше вот такие серьезные болезни, хроническая, абстрактивная болезнь легких. Основные признаки – это, конечно же, одышка. Это свистящие хрипы, причем одышка – это на выдохе, то есть человеку тяжело выдохнуть. Это как при бронхиальной астме. Значит, развивается она вот у людей, ну, основная часть – это курящие, конечно, 90 процентов. Тем не менее, и наследственные заболевания, и заболевания длительные, хронические, легких, они тоже дают. Ну, понятно, если человек не может выдыхать, там, что идет сужение легкого – это спазм, ой, этих бронхов – это спазм. Дальше это идет воспаление, ну, и скапливается какая-то слизь. Я уже сказала, что причиной, ну, может быть, не только собственное курение, но и вторичное курение. Часто спрашивают, а загрязнение воздуха? Да, оно имеет значение, но чисто провоцирует болезнь, а как причина еще вот пока вроде бы не наказаны. Что же делать, если вы заметили у себя какие-то вот такие симптомы? Ну, это уже развивается в продвинутой стадии. Вот, пока, ну, тяжело выдыхать, хрипы тоже, это уже в продвинутых стадиях. Вот, нужно все-таки пойти к доктору. Сейчас проводится диспансеризация. Вот, определяют факторы риска. В частности, аппаратура такая, есть пик флоуметр, когда на пике дыхания сколько выяснить, выдыхает человек, объем, и там показаны деления, сколько там необходимо. Вот, безболезненная процедура. Есть в любом кабинете профилактики вашей поликлиники. Просто нужно туда прийти. Людям, склонным к легочным заболеваниям, врачи настоятельно советуют укреплять иммунитет. Знать все факторы, которые провоцируют хроническую обструктивную болезнь легких и стараться всячески их избегать. Еще делать прививки против пневмококовой и гриппозной инфекции. Особенно важно это для людей старше 65 лет. Также необходимо проходить периодические курсы витаминной терапии, лечебной физкультуры и дыхательной гимнастики. По возможности брать оздоровительные курсовки в санатории и курорты. И еще один способ профилактики хронической обструктивной болезни легких – это правильное питание. Давно доказано, что расстройства пищевого поведения находятся в прямой взаимосвязи с этим недугом. Поэтому в целях профилактики необходимо обеспечить сбалансированный рацион. Таким образом, чтобы в нем присутствовал белок примерно в соотношении 1 грамм на 1 килограмм массы тела. При этом примерно половину от общего количества должны составлять белки животного происхождения. Непременно должны присутствовать в питании и жиры. Особенно полезны те продукты, которые содержат жирные кислоты омега-3. Для профилактики также рекомендуют ограничить потребление соли. Очень важно при этом соблюдать и режим питания, делить приемы пищи на 5-6 раз в день. Это необходимо для того, чтобы не допустить переполнения желудка, препятствующие движению диафрагмы. Газированные напитки, кстати, тоже способны вызвать вждутие живота и таким образом мешать нормальному дыханию. Конечно, перестроиться полностью и применять на практике каждый день все принципы здорового питания может быть нелегко. Но очень часто именно от этого зависит качество жизни. А начинается это все потихоньку, если вам тяжело выдыхать, какие-то трудности. Но при хронической абстрактивной болезни легких, когда уже развивается эта болезнь, допустим, это синюжность кожных покров. Ну, да, это же надо дожить. Вообще-то. Это уже к врачу надо обратиться. Поэтому вовремя обращаться к врачу. Тем более, сейчас идет всероссийская диспансеризация. Сейчас все вас ждут и в субботу, и в вечернее время, до восьми вечера, приказы по поликлиникам. Стараться нужно следить за своим здоровьем и при малейших признаках уже принимать какие-то меры. не доводить до госпитализации. Именно поэтому Центр медицинской профилактики в городе Сочи проводит целый ряд профилактических мероприятий. Важно не доводить до госпитализации, не допускать возникновения и развития серьезных, неизлечимых заболеваний. Ну, каждый человек желает быть успешным в своей жизни. И, конечно же, чтобы быть успешным, необходимо быть здоровым. В первую очередь. Потому что здоровый человек, он рад тому, что он делает, он активный и может двигаться вперед. У него хорошо работает головной мозг. Это я уже как медицинский психолог со своей стороны могу рассказать. То есть здоровый головной мозг это успех, это продвижение вперед, это развитие, это развитие личности, развитие профессиональное. Если заниматься профилактическими работами, профилактикой собственного здоровья, то есть укреплением собственного здоровья, то, конечно, легче предотвратить, чем лечить. И средств меньше уходит на это, и сил меньше уходит на это, и меньше потерь в результате. Сейчас правительством Российской Федерации и Министерством здравоохранения продвигаются широко программы профилактические по России. Потому что профилактика это в первую очередь это связано и с экономикой страны, и со здоровьем населения, вообще с образ, с качеством жизни населения, чтобы люди не болели. Поэтому данной деятельности уделяется очень большое внимание. И наш Центр медицинской профилактики в первую очередь по городу Сочи проводит различные профилактические мероприятия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова